Всем большой привет! Сегодня будем готовить картофель фри без фритюрницы. Рецепт очень простой, но чтобы картошка получилась максимально хрустящей, нужно знать один небольшой секрет, которым я и поделюсь в этом видеоролике. Приятного просмотра! Очищенный картофель нарезаем длинными брусочками толщиной примерно пол сантиметра. И сразу помещаем их в холодную воду. Когда вся картошка будет порезана, хорошо промываем ее, откидываем на сито, даем стечь воде, а затем окончательно обсушиваем бумажными полотенцами. Теперь по поводу дальнейшего приготовления. Есть два варианта. Первый удобен тем, что можно заготовить картофель в прок и использовать его по мере надобности. Для этого помещаем подготовленную картошку в миску, слегка сбрызгиваем ее подсолнечным маслом, перемешиваем, чтобы все брусочки покрылись им равномерно. Перекладываем в пакет для замораживания продуктов. И отправляем в морозильную камеру. Хранить картошку в таком состоянии можно до 18 месяцев. Теперь второй вариант. Он самый быстрый. Свежеочищенный, промытый и обсушенный картофель погружаем в хорошо раскаленное подсолнечное масло без запаха. Масло должно быть столько, чтобы оно полностью покрыло картошку. Сразу картофель перемешиваем, а дальше не трогаем его до тех пор, пока брусочки не всплывут. На это уходит примерно 10 минут. Огонь должен быть сильным. Когда вся картошка всплывет, можно ее перемешать и дожарить до золотистого цвета желаемой интенсивности. Готовый картофель выкладываем на несколько минут на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Точно таким же способом готовится замороженный картофель. Предварительно размораживать его не нужно. Сразу с морозилки бросаем в раскаленное масло. Перед подачей на стол картошку посыпаем солью на свой вкус. А теперь по поводу секрета. Картофель фри приготовленный из замороженной картошки получается более хрустящим, чем из свежей. Попробуйте приготовить и убедитесь сами. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.